Ребятки, вы слышали о крутом канале Мистера Министра. На Ави код, на шапке код, а на деле обзоры каналов. Вы спросите что? Я скажу Мистер Министр. На его канале вы сможете найти обзоры разных ютуб каналов. Ну и помимо обзоров на его канале вы сможете найти и множество других интересных видеороликов. Поэтому если вам нравится тема с обзорами на разные ютуб каналы, Мистер Министр предназначен именно для вас. Поэтому ребятки переходите в описании, кликайте на ссылочку, нажимайте на кнопочку подписаться, Ставьте лайк и оставляйте свой топовый комментарий. И это все. Ну а мы начинаем. Здарова ребятки! С вами я Стив Про. И сегодня я вам покажу и расскажу как установить моды в Майнкрафте 1.5. Ну или же как установить моды в лаунчере Иннеркоры. Сегодня вы увидите два варианта установки модов. Ну а мы начнем конечно с первого и самого довольно сложного варианта установки модов в лаунчер Иннеркоры. Я думаю, что этот вариант выбирают люди те, которые скачивают моды с интернета. Ну допустим вы нашли какой-то интересный мод вконтакте или же на ютубе, а там таких модов довольно много. Вы его скачали и вы не знаете, что с ним делать, как его установить, куда его переместить. И у вас возникает небольшая проблема. И сегодня я вам покажу решение этой проблемы. Собственно говоря, ребятки, для того, чтобы установить такой скачанный мод, вам придется установить ЕС-проводник. Да, я знаю, что есть стандартные файловые менеджеры, но некоторые стандартные файловые менеджеры выдают ошибку при установке таких модов, потому что это не стандартный файл и они не способны его обработать. Но если у вас, допустим, MIUI или же подобная очень хорошая прошивочка, то там стандартные файловые менеджеры намного лучше других прошивок, и там ЕС-проводник, конечно, не требуется. Но все же скачать вам ЕС-проводник довольно легко. Вы просто его вбиваете в Google Play. Но если вы профессионал, вы можете скачать Pro-версию с интернета, а именно с сайта 4PDA. Не знаю, почему я сказал профессионал, но если вы просто уже опытный пользователь, то Pro-версию вы можете скачать с интернета. Все довольно легко. Но если вы не хотите париться, просто скачивайте ее в Play Market и все. На этом мы с вами останавливаться не будем. Дальше, ребятки, мы с вами как раз открываем ЕС-проводник. В моем случае как раз-то и будет это ЕС-проводник, потому что стандартный файловый менеджер у меня довольно туповатенький, и использовать его в таких целях я не собираюсь. Открываем ЕС-проводник, ребята, и, собственно говоря, находим папочку Dole, потому что именно в эту папочку у нас будут скачиваться файлы как с ВК, так и с браузера. Открываем эту папочку и находим наш мод. Лично я скачал Industrial Craft 2 мод, ребята, так он называется. И, собственно говоря, у каждого этого мода должен быть вот такой формат, ребята. Ice Mod, то есть Inner Core Mod. Если такой формат у вашего мода есть, значит вы сможете его спокойно установить. Ну и теперь вы спросите, а что же с ним делать? Куда его перемещать? Никуда его перемещать не надо. Где он разместился? Там пусть и находится. Мы просто нажимаем на него. Она предлагает что-то выбрать. Мы с вами выбираем Inner Core. Я думаю, что так многие из вас и сделают, или уже сделали. Нажимаем Inner Core. Ну и, собственно говоря, нажимаем на кнопочку Install, ребята. Install. Ждем пару секунд. В зависимости от мода и все. Комплейнт. И это означает, что готово. Все, наша модификация установлена. И теперь вы можете спокойно заходить в Inner Core и пользоваться вашим модом. Это, ребятки, был только первый вариант установки модов в лаунчер Inner Core. Ну а сейчас мы с вами переходим ко второму варианту. Ну а теперь второй и, по моему мнению, самый легкий вариант установки модов в лаунчер Inner Core. Все, что от вас требуется, это нажать на кнопочку Mod Browser. Вот эта кнопочка. Мы на нее нажимаем. Ждем пару секунд, пока прогрузится весь список модов. Да, ребята, это будет зависеть от вашего интернета. И вот появляются моды, которые нам уже давно-давно знакомы. Но в нашем случае это, опять же, будет Industrial Craft P. Вот, ребята, самый первый мод. Также спокойно вы можете листать этот список. Можете выбирать варианты, то есть популярные там, новые, ну или же рекомендация. Ну, ребятки, как сказал, в нашем случае это будет Industrial Craft P. Здесь есть также описание. Вот, нажимаем на мод. И вот, ребята, мы с вами попадаем в окошечко с самим модом. Здесь все довольно приятненько сделано. Специально для пользователей Майнкрафта, для пользователей Inner Core. И, как видите, здесь есть описание. Данный мод является портом Industrial Craft 2, для ПК. Мод находится в разработке, но в нем присутствуют все основные механизмы, генераторы и предметы. Ну, это я уже просто так прочитал специально для вас, для справочки. Ну и, собственно говоря, здесь есть кнопочка установить и кнопочка веб-сайт. Если вы нажмете на эту кнопочку, то вас прибродят в браузер, где вы также сможете посмотреть на этот мод. Но смысла делать этого нет, поэтому мы с вами нажимаем на синюю кнопочку установить. Вы действительно хотите загрузить и установить Industrial Craft P? Да, ребятки, вы нажимаете кнопочку да, если вы хотите установить этот мод. Ну, а если нет, то нажимайте кнопочку нет. В нашем случае да. Мы ждем пару секунд, пока загрузится мод. И сразу, ребята, здесь идет установка. Мод установлен, предупреждите Inner Core. Все, ребятки, вы установили мод. Все, вы так закрываете. Здесь у нас не будет, конечно, мода, потому что нам придется перезагрузить Inner Core. И только после перезагрузки этот мод появится вот в этом меню. Да, сейчас у меня есть сторонний мод, ребята, но ни на что, опять же, не влияет. То есть, для того, чтобы мод установился, вам придется просто закрыть приложение. Не просто его свернуть, а полностью его закрыть и заново открыть Inner Core. И тогда, когда вы зайдете вот в это меню, у вас появится мод. В нашем случае Industrial Craft P. И тогда, ребята, означает, что ваш мод был установлен. И все будет спокойненько работать. Ну и давайте я вам сейчас все-таки покажу, что произойдет, если я перезагружу Inner Core. Лаунчер был перезагружен. И теперь мы с вами, ребятки, открываем вкладочку Inner Core. Вот эта вкладочка. И, как видите, мод установлен. В нашем случае это, опять же, Industrial Craft. И мод спокойно был установлен. И он, ребята, уже работает. Ну, а здесь вы уже можете его настроить под себя. Можете оптимизировать. Круче говоря, вы сможете делать с ним все, что хотите. И, как вы понимаете, все работает должным образом. То есть, ребятки, данный лаунчер спокойно устанавливает моды через свой мод-браузер. И это очень-очень круто. Ну, а на этом все. Всем пока-пока.